Коротко о том, что обсуждали блогеры за прошедшую неделю в рубрике «Новости из сети». Велодорожка, 18-й километр, стала местом столкновения начинающих велосипедистов. Возвращаясь с поездки в Шомиково, столкнулся с женщиной на велосипеде на велодорожке. Ладно, ехал не очень быстро, еще и груженный. Видев впереди скопление людей, начал сигналить звонком. Одна из женщин все равно решила объехать других. Но вдруг потеряла равновесие и полностью перегородила дорогу. Я не успел ни на тормоза нажать, ни уйти на обочину. И я, и женщина получили синяки и царапины. На этой дорожке полно дилетантов. Стараюсь там не кататься, если только утром. Народу там немерено. Есть даже дети лет двух-трех на трехколесных велосипедах. Наверное, буду ездить по дороге. Там, кажется, безопаснее сейчас. Вероятно, при таком незначительном количестве велодорожек в Чебоксарах разъехаться на одной – большая трудность. Но есть и положительный момент. На заливе от администрации главы Чувашии до набережной идет строительство новой велодорожки. Раньше там как раз была велотропинка для подъема на президентский бульвар. Если будет дорожка, то отлично. А пока в Чебоксарах осваивают инфраструктуру для двухколесных, наши земляки отправляются в длинное путешествие на автомобилях. Еще в 2010 году Ян Ермощук задумал проехаться по маршруту от Астрахани до Владивостока. Так, чтобы его путь нарисовал на карте имя нашей страны. В этом году идея превратилась в реальность. Сегодня в 5 утра команда экспедиции совершила технический старт и отправилась в Астрахань. 8 июня начнется рисовка трека. Маршрут затронет и столицу Чувашии. Следите за подробностями в наших следующих выпусках новостей. Редактор субтитров А.Семкин